Закваски 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 Это, как правило, ферментативные препараты Которые направлены на то, чтобы нормализовать Внутри желудочно-кишечную микрофору Укрепить иммунитет и сделать здоровье Еще Мечников говорил Можно попробовать Чтобы надо пить Использовать болгарскую палочку Для того, чтобы Укрепить свой собственный иммунитет На самом деле на рынке достаточно много Представлено заквасок Производителей, как Болгария, Россия В том числе Украина Многие закваски Точнее все закваски Находятся в состоянии Высушенном То есть это олеофилизированные закваски Означается, что закваска Высушена под вакуумом При щадящей невысокой температуре То есть не более 40 градусов После внесения сухой закваски В теплую среду молока Не более 37 градусов Начинается развитие данных бактерий То есть получаются функциональные продукты Ага, функциональные продукты И вот та или иная бактерия Она как на здоровье действует? Почему их много? С какой целью? На самом деле Да, действительно Много бактерий Они имеют разное действие Для примера Самая известная Бактерия Нацидофильная палочка Она способствует Улучшению своего собственного иммунитета То есть заставляет организм Вплоть до того, чтобы вырабатывать Свой собственный интерферон Интерферон Это значит вещество, которое Это интерфилии Да Это защитное Защитное вещество Защитное вещество, да? Есть также еще комплексы Бифидо и лактобактерии Которые после приема антибиотиков Помогают восстановить Полностью весь Желудочно-кишечный тракт Микрофлору Да, микрофлору поправить Населяя полезными бактериями А вот еще какие вот особенности Применения Не могли бы сказать Заквасок Там, ну, пусть для аппетита Там, от простуды Там, для очищения сосудов Для укусения организма Есть, 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 есть Да, есть закваски Которые способствуют улучшению Сердечно-сосудистой системы Это закваска Одна из заквасок Которая Для обмена веществ То есть есть такая закваска Которая называется Стрептосан Это компания Вива Украинский производитель Там находится термофильный Стрептосан Который Помогает укреплению Сердечно-сосудистой системы Плюс он подавляет Гнилостную микрофлору Которая находится у нас В кишечнике То есть вообще Этот продукт называется Стрептосан А сам напиток Называется Геролакт То есть что означает Специальный напиток Для пожилых людей То есть это достаточно Такая интересная вещь Можете показать Если есть Да Есть вот такой вот напиток Это что? Это вот именно конкретно Вот этот вот стриптосан Это вот напиток Именно конкретно Для пожилых людей То есть Здесь я думаю Важно подчеркнуть Если гнилостная И микрофлора имеется То она не обязательно В кишечнике Она с кишечника Распространяется Всасывается в кровь Значит по крови Ну то есть Потом на коже Могут возникнуть Те или иные высыпания То есть если у вас возникают На коже Где-то там Такие прыщички Это говорит о том Что у вас надо Значит уже Полечиться Кишечную флору С закваской Да Чтоб это То есть мы не применяем Тут никакие не антибиотики Нет А действуем намного хитрее Это важно понимать Да Да Есть такое Что еще Вот какой-нибудь такой вот Симбилак Симбилак Давайте Симбилак Симбилак Это продукт Это симбиотика В которой Подобран комплекс Бифидо и лактобактерии Которые необходим Уже После серьезной Каких-то проблем То есть для заселения Кишечника Уже Здоровой микрофлоры Серьезные проблемы Когда возникают При употреблении Антибиотиков Стрессовое состояние Какие-то Химиотерапия То есть Использование Серьезных Достаточно Лекарственных препаратов То есть Его Можно употреблять Как в сквашенном виде То есть Реально готовить продукт Либо Можно употреблять В чистом виде Просто Растворив Во флаконе Немножко Холодной Кипяченой воды И просто Выпив Его без использования Без сквашивания А вот Через какое время После Использования Заквасок Следует ожидать Эффекта Через день Через неделю Через месяц Ну на самом деле На самом деле Как говорится Что Чтобы изменить Какое-то состояние В организме Нужно Не менее Не менее Там Трех недель То есть Это будет уже Результат Когда организм Уже старается Перестроиться Уже на тот На тот лад Прийти Который Необходим А продукты Следует Менять Вот есть Такое мнение Что дрожжевой Хлеб Он значит Меняет нам Микрофлору И вот как Ну Есть То есть Там есть Поднимается вопрос Когда используются Дрожжи То есть Дрожжи являются Грибами Развитие Как бы В них Внутри организма Нашего Как бы Вызывает В том числе По-моему И окисление Насколько я понимаю Да Для этого Необходимо Ну первое Как бы Стараться Все-таки Не употреблять В пищу Там Дрожжевые Какие-то вещи На основе дрожжей У нас Представлена Специальная закваска Кисломолочная Армянского Производства Которая Способствует То есть Делается Вот такое Называется Это закваска Ацетан Она используется Для Любой Выпечки Которая есть Первое Что она Сделает Она Как раз В момент В момент Кисломолочная Кисломолочная Среда Ацедофильного Мацони Уничтожает Дрожжевые клетки Это нами Исследование Проведено У нас есть Документальное Подтверждение А вы сами Откуда? Мы сами Ростовские Мы из Ростова Да Мы из Ростова Мы провели Исследование На содержание Остаточных дрожжей Либо капсулированных Дрожжей В хлебе После того Как выпекается У нас есть Подтверждение Несколько В том числе Независимой Нашей лаборатории И ростовского ЦСМ То есть Центра стандартизации Который Нам Доказал Реально Дал документы Что в нашем хлебе Никаких Остаточных дрожжей Просто не присутствует А вот Вы такую Интересную Фразу Сказали Закапсулированные Дрожжи Как это понимать? Капсулированные Дрожжи Являются Дрожжами Которые Находятся В оболочке И в момент Даже Выпекания Хлеба Они реально Не погибают А погибают Только с учетом Кисломолочной Среды Это И значит Если они Не погибают Они реально Размножаются У нас В организме И проникают Везде Где угодно Конечно И тогда Начинается Значит Вот это Грибковое Поражение Организм Да Да А вот Сказали Вы Теперь Насчет Молочницы Это Чаще всего Поражение Грибковой Микрофлуры Ваши Закваски У нас Есть Да На самом Деле Можно Использоваться Такая Закваска Это Опять же Закваска На основе Ацедофильной Палочки То есть Это Ацедолакт Да Это Вот Это Закваска Вот Такого Образом У нас Есть На самом Деле Есть Опыт Наш Когда С Использованием Двух Заквасок Симбилакт И Ацедолакта Без Медикаментозно Мы Реально Выравнивали Вагинальную Микрофлору У Женщины То есть После Использования Антибиотиков Это Как Правило Значит Идут Различные Эрозии Слизистой Боли Различные Выделения Ну Вероятно Применение Вот этих Заквасок Все это Реально Выравнивает Отлично Что бы вы еще Могли сказать Порекомендовать Где вас найти Ну Найти нас Можно Легко На самом Деле Мы Как Называемся Ассоциация Живые Закваски Наш сайт Точно Так же И называется Ассоциация Живые Закваски Через Тире Точка РФ Я вот Вижу Вы Сыры Производите Мы 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 Тренируемся Сами Как бы Делая Сыр Да А так же Мы Продаем Сычужные Закваски Натуральные Именно Ферменты Мы Не Используем На своем Предприятии Там и в продаже В том числе Микробиальные Ферменты Это так Называемые Грибы Мы Используем Только Натуральные Ферменты Животного Происхождения А вот Вы Не могли бы Несколько Подробнее Рассказать Вот Меня Лично Интересует Вот Сычужная Закваска Как она Сычужный Фермент Откуда Этот Фермент Образуется Что Он Делает То есть Что Такое Как бы Сычужный Сычужный Фермент У нас Ну как Мы Как Первое Как Он Откуда Он берется Что Такое Вообще Сычужный Фермент Сычужный Фермент Это Фермент Животного Происхождения Это Либо Говяжий Сычужный Фермент Либо Ягнятина Либо Птица То есть Свиной Фермент Не Используется То есть Он Использовался Раньше Но Сейчас Последнее Время Он Не Используется Совсем Я думаю Важно Здесь Подчеркнуть Что Вот Этот Сычужный Фермент Это Больше Фермент Тот Который Необходим Для Переваривания Растительной Пищи Пищи В основном Травяной 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 Массой Свинья Не только Трава Значит Поэтому Это Будет Корова Овца Значит Что Там Кролик Может быть Нет Кролик Не Используется Птица То есть это курица это курица на самом деле куриный фермент а считается самым сильным то есть то есть он к гулянт к гулянт делает белка то есть он очень сильно то есть натягивает белок на себя чтобы отделить его от сыворотки то есть есть такие препараты ферменты которые он даже есть ряд то есть это это комплекс то есть это не просто как бы один единый фермент это фермент говяжий это то есть делится который на химозин и на пепсин и плюс еще включается куриный белок куриный фермент значит вот этот сычужный сычужный я почему еще остановился на вопрос на этом я знаю что вот для улучшения переваривающих способностей и более того для растворения камней . в жестком пузыре значит используются сычуг или вернее не сычуг а оболочка желудочка до внутреннего куриного желудка то есть его так вот сдираю пленочку эту потом ее значит высушивать перемалывает могут делать пилюльки и да это усиливается до пищеварительная способность раз значит вдобавок он настолько мощно расщепляет что вот рассказывает что дровит камешки значит почка там мочевом пузыре в жестком пузыре были у вас такие как-то исследования но у нас таких так ну ну мы мы слышали что используют на данный фермент именно для для улучшения пищеварения ну как бы сами мы исследования таки не делаем потому что ну занимаемся немножко другими вещами мы это дело как бы продаем да но нам работаем как бы интересуемся еще значит применение заквасок будет способствовать ну в первую очередь это наверное улучшению пищеварения пищеварения да и в принципе как бы общего состояния то есть общего состояния организма то что ну больной кишечник это как бы проблема достаточно серьезно но но что и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»